И если вы пришли сюда сегодня, пусть вас пригласили, пусть вы не знаете, зачем вы сюда пришли. Попробуйте воспринять эту встречу не только как, еще раз, интеллектуальный процесс, умственный процесс, но и как возможность просто побыть с людьми, с которыми безопасно, с которыми комфортно, которые внутренне имеют то же самое намерение раскрыться и быть в мире, как и вы сами. Потому что глубинная идея и глубинный вызов нашего опыта здесь на Земле, он очень простой. Я хочу, чтобы вы это восприняли, потому что это дает ответы на все остальное. Божественное – это выбор между божественным и человеческим внутри нас. И божественное и человеческое – это логики, которые совместимы очень сложно внутри нас. Это вещи несовместимые, это вещи противоречивые. И ровно настолько, насколько человек может руководствоваться логикой божественного, и ровно настолько, насколько он может выйти из логики человеческого, ровно настолько он сдвинут, он сдвигается в своей энергии, ровно настолько его жизнь обретает вкус краски, с ним начинают происходить какие-то чудеса, какие-то совпадения, у него появляется другое самоощущение. И ровно настолько сдвигается мир. И логика человеческая и логика божественная, она очень просто объясняется. Здесь нет каких-то возвышенных идей. Чем движим человек? Мы часто об этом говорим в роликах и везде. Давайте еще раз это проговорим. Чем движим человек? Выживанием. Это очень хорошее и точное слово, потому что оно безоценочное, в нем нету негативного контекста какого-то. Выживание – это естественное намерение нас, как биологической структуры. Мы хотим выжить. И выживание предполагает что? Потакание страху. Потому что страх, как функция человека, как функция ума, она заточена на то, чтобы находить опасности, находить несоответствие и находить возможные угрозы для нашей жизни. Соответственно, просчитывать их и тратить ресурс сознания, большую часть ресурса сознания на то, чтобы избегать, либо сражаться, либо как-то защищаться от этого. И так получается то, что большинство людей в непробужденном состоянии, ну, скажем так, условно непробужденном состоянии, тратит всю свою жизнь, тратит большую часть своей жизни, большую часть ресурсов на потакание этой стратегии выживания. Это начинается с самого рождения. Ребенка учит защищаться, его учат искать отличия, его учат распознавать то, что в другом человеке и в нем самом неправильно, его учат избегать это, его учат видеть опасности жизни, и процесс обучения и социализации – это практически полное вдалбливание в человека шаблонов выживания, выживательных шаблонов. И когда человек полностью экипировался этими доспехами, железными, такими тяжелыми, он как бы готов к жизни. Но точно так же, как в доспехах, вы представьте, да, такие металлические латы на человеке одеты. В этих латах невозможно получить удовольствие от жизни, понимаете? В них невозможно обнять любимого человека, почувствовать его тепло. В них невозможно как-то поспать даже, да, отдохнуть. Это очень сложная и очень некомфортная жизнь. И в этом и состоит первый, самый большой парадокс вот этой логики выживания, которая, естественно, для нас. В том, что когда мы подходим к рубежу выживания, то мы встречаем смерть. Смерть не в том смысле, что мы мертвы, но в том смысле, что жизнь прекращается. Потому что чем толще латы, тем меньше мы подвижны, тем меньше в нас реального контакта с реальностью, и тем больше мы просто смотрим через забрало на мир и трогаем через металлическую перчатку реальность. Здесь нет места подлинным отношениям, контакту, близости. Здесь нет места творчеству, нет места следования велениям души. Ты просто экипирован. Маленький танк еще можно на себя надеть. И инстинкт выживания – это основная, ну такая базовая причина всего того, что происходит с человеком, когда он разочарован в жизни. В принципе, надо понимать, что когда человек сформировал полный комплект защитных стратегий, он дальше уже не живет. Он дальше не живет. Вкус жизни, который мы так хотим получить, молодое состояние, в которое мы так хотим вернуться, оно же связано не с тем, что мы, там, биология наша, когда более молодая, у нас там какие-то гормоны и так далее. Нет, это следствие. Когда мы молодые, у нас еще нету достаточного количества шаблонов для взаимодействия с миром. Поэтому в нашу жизнь, когда заходит новый опыт, мы воспринимаем его напрямую. Но когда в нашу жизнь вошло достаточное количество опытов, и мы на всех них создали стратегии реагирования, когда мы экипировались, то дальше мы не взаимодействуем с реальной жизнью. Мы взаимодействуем уже сами с собой. И тут мы не живем. И тут мы не живем. В этом плане надо понимать, что человек, который достиг совершеннолетия, чаще всего уже экипировался. Он уже находится и живет внутри своих доспехов, внутри своей головы. Он не живет в реальной жизни. Он не живет в мире. Инстинкт выживания, конечно же, базируется на таком убеждении, на таком убеждении, что мы существа неполноценные, нецелостные и в принципе-то слабые. То есть если что-то ранит наше тело или нашу психику, наши ценности, наше состояние, то тогда мы будем чувствовать себя плохо. Весь мир представляет для нас угрозу. Причем угроза физическая, она обычно вторична. Большинство доспехов, которые мы одеваем, они связаны с защитой от эмоциональной боли. И вот эта идея о собственной неполноценности побуждает нас ходить вместе с инстинктом выживания, потому что мы постоянно прячем и защищаем себя, как нам кажется, которые мы как-то, как будто бы мы не обладаем внутри себя достаточными силами и ресурсом, как будто мы не обладаем собственным источником блага, как будто мы не обладаем собственной личной силой для того, чтобы получать от жизни то, что мы хотим. Поэтому мы строим защиты от любых угроз, которые могут вывести нас из какого-то хлипкого состояния равновесия, как нам кажется. Это про логику выживания. Логика божественного в нас, она абсолютно противоречива логике выживания. Она никак с ней не связана. Она требует от нас выйти за пределы страха. Она требует от нас не ходить вместе со страхом и не тратить туда есть свой ресурс сознания и тело, и эмоции и так далее. Логика божественного в нас связана с таким понятием, как доверие. Это большое слово. Вообще все религии учат вере. Веря. Поверишь? По вере твоей воздаст тебя. Но доверие существует доверие. Доверие – это более чистое и естественное проживание и состояние, чем вера. Потому что вера – это то, что нам нужно сформировать и заработать, а доверие – это то, чем мы обладаем естественно внутри. Это то, что внутри есть всегда. И доверие как механизм и способ строить жизнь является единственным способом для того, чтобы проживать реальную жизнь, для того, чтобы получать удовольствие от жизни, для того, чтобы вообще жить. Потому что когда заканчивается доверие, заканчивается жизнь. Доверие предполагает, что мы можем снять наши доспехи, выйти за пределы представления о жизни и попробовать потрогать реальную реальность. Попробовать прикоснуться к миру, какой он есть сейчас, а не такой, какой он есть в нашей голове. Не через защитные стратегии, а напрямую. И, конечно же, все самое прекрасное в нашей жизни, начиная от катания на американских горках, заканчивая, когда вы обнимаете любимого человека, когда вы играете со своими детьми, когда вы наконец-то решаете сделать то, что вам действительно нравится в этой жизни. Оно же не может быть без доверия, правда? Там должно оно присутствовать. Что-то должно внутри вас вывести вас за рамки страха, за рамки инстинкта выживания. Потому что когда вы выходите за рамки этих выживательных стратегий, то тогда что-то иное подхватывает вас. Какое-то иное чувство состояния и качества проживания жизни возникает, и вы опять чувствуете себя молодыми. И то, и другое являются стратегиями мышления, потому что вот эта коробочка в любом случае является основным управителем нашей жизни. И вопрос, с какой стратегией вы ходите, к какой стратегии вы следуете. Вы не можете искоренить страх и недоверие, и самозащиту из своей жизни. Это невозможно. Так работает тело, и оно будет еще какое-то время так работать. Так работает энергия на планете, так работает природа в конце концов. Вы не можете это исключить из своей жизни. Но вопрос, должны ли вы ходить вместе с этим в своем сознании, не должны ли вы следовать только этой стратегии. Если вы понимаете, что самозащита является всего лишь одной частью вас, то тогда у вас открывается пространство возможностей, и тогда вы можете сделать выбор, осознанный выбор. Великий парадокс в том, что стратегии выживания к выживанию не приводят. Потому что выживание само по себе является вещью, которая, это дракон, который пожирает свой собственный хвост. Чем больше мы стремимся выжить, тем больше мы ищем угроз. Чем больше мы ищем угроз, тем больше мы ищем различия. Потому что угрозы всегда базируются на различия. Это библейская история о Каине и Авеле, у которого там дым пошел один к Богу, другой не к Богу. Ты не я, ты другой. У тебя другой цвет кожи, пол, предпочтение в музыке, что-то еще. Любые критерии идут, когда нашим умом захвачен инстинкт выживания, управлять нашим сознанием. Любые критерии идут в ход для того, чтобы отдалиться от человека и сказать, я не ты. И когда мы ищем эти различия, мы создаем границы. Мы копим ресурсы, мы делаем оружие. Не важно, это в порядке стран или это внутреннее. Женщины копят женские стратегии для воздействия на мужчин. Мужчины копят мужские какие-то способы воздействовать на женщин или на других мужчин в своей жизни. И так далее. Мы все по признаку различий пытаемся набрать ресурсы. И ситуация оказывается напряженной. Что в семье, что во взаимоотношениях с детьми или с родителями, что между странами, что между народами. Вот стратегия выживания приводит к войнам. Она приводит к страху, она приводит к постоянному насилию, которое либо еще не проявлено, либо выливается во что-то. И история человечества это наглядно показывает. Когда народ стремится выживать, то обычно он не выживает. По крайней мере. Или он выживает, но он реально выживает. То есть нет времени на мирную жизнь. Стратегия доверия, она интересна тем, что при том, что она вроде как делает нас уязвимыми, ну как бы доверяй жизни, а вдруг что произойдет? Но в то же время она дает нам иное качество проживания. Оно устраняет вот этот вот пузырь, надутый энергиями, недоверием, страхом, напряженность, снижает уровень напряженности между людьми, между вообще нами и миром. И оказывается, что ничего не происходит того, что нас реально могло бы как-то ранить или потревожить. В этом плане доверие приводит к благу, а инстинкт выживания не приводит к выживанию. Это интересная логика. Это даже не метафизика сейчас. Мы не будем говорить о том, что тот, кто сосредоточен на страхе, он как-то привлекает страх в нашу жизнь. Это даже не про это. Это просто на уровне базовой логики. Если мы нацелены на поиск различий, то так или иначе наше сознание копит ресурсы и копит энергию для того, чтобы сражаться. У выживающего сознания есть три базовые реакции. Это бороться, это убежать или это замереть. Когда вы видите их в себе, то вы понимаете, что вы находитесь в состоянии выживания. Вы находитесь не в том состоянии ума, в котором вы можете иметь доступ к благу внутри себя. Вы не в том состоянии ума, где вы можете найти выход из ситуации. В любых взаимоотношениях с другими людьми, там, где вы находитесь в состоянии борьбы или в состоянии закрыться, укрыться как-то, отстроиться, Либо там, где вы чувствуете себя опустошенными и вы не знаете, что делать, ни одно из этих состояний не является конструктивным, потому что все эти состояния идут от вашего выживательного разума. Они не связаны с доверием жизни. Я очень люблю говорить о том, что каждая наша мысль пополняет банк. И у вас там есть счет энергетический. Любая мысль из страха, любое действие из страха. По модулю это страх. Оно пополняет ваш счет. Любое действие из любви, из доверия, не из выживания тоже пополняет ваш счет. И вы в своей жизни просто потом живете на процент с этого счета. Чем пополнили, тем и получили. Если вы из страха стремитесь обезопасить себя, то вы снимете ту энергию, которая лежала в основе, энергию организующей мысли. Это будет страх. И соответственно вы будете увеличивать количество поводов для страха в вашей жизни. Поэтому, если говорить метафизически, то стратегия выживания, ума, она вообще не работает. Вообще не работает. Но теперь мы приближаемся к основной теме. Почему вообще мы следуем выживанию? Как я уже сказал, потому что мы чувствуем себя неполноценными. И это ощущение неполноценности, оно вполне естественно для нас, для нашей подлинной сущности, для нашего сознания, которое прибыло из места, в котором оно находилось в полном ресурсе и соединенности со всем. Когда мы находились в состоянии расширенного сознания, до нашего физического рождения, то, конечно, у нас был доступ ко всем ресурсам. Мы были неуязвимы, мы были вне времени. И эта память, она сохраняется в нас. И когда мы рождаемся в плотном теле и переживаем травму отделения от Бога, потом от матери, потом от других людей, травму различий, да, библейская история об этом творении. Когда мы видим эти различия, то тогда мы вдруг ощущаем себя слабыми. Мы ощущаем, что в нас нет достаточно количества сил для того, чтобы обезопасить себя. Особенно маленький ребенок. Он совсем, в принципе, на уровне человеческого сознания ничем о себе не может позаботиться. И получается, что из великой сущности мы оказываемся в очень слабом положении. Мы переживаем травму отделенности. Травму отделенности от Бога, да, травму отделенности от других людей. И мы оказываемся в такой коробочке сами по себе с ощущением того, что внутри нас как будто бы больше нету связи с естественным состоянием блага, которое у нас было, когда мы были соединены с Богом и с другими людьми, с миром, с реальностью. Мы как будто бы чувствуем себя обособленными от мира, отделенными. И вот в этой коробочке, конечно же, страх начинает играть основную роль в нашей жизни. И вот эта отделенность, испытание дуальностью, которое проходит человек при рождении, оно вынуждает человека, конечно, укреплять эти стенки. Укреплять эти стенки, укреплять защитные механизмы, нарабатывать их для того, чтобы обезопасить себя. Он видит в себе, и ребенок где-то к 5-7, учится видеть в себе только вот это вот тело, которое, в принципе, достаточно уязвимо. И тогда он в какой-то момент понимает, что только защита, только защитные механизмы могут обеспечить его какое-то благо. Хоть какое-то благо сохранить внутри него самого. Потому что он не знает, он разучился осознавать то, что источник, источник никогда его не покидал. Источник ресурсов, сил, радости, любви, удовольствия, вечности, источник вдохновения, творчества, никогда его не покидал. Отделение, оно проявлено только в трехмерном мире. И то это большая иллюзия. То, что мозг наш принимает наше сознание, не значит то, что он и есть наше сознание. Поэтому эта иллюзия отделенности формирует иллюзию отсутствия внутри источника ресурсов. И когда мы думаем и поглощены этой иллюзией отсутствия ресурсов, то мы выстраиваем вот эти доспехи, вот эту коробочку выживательную. И, конечно, когда крышка закрывается на ней, когда мы достроили последние защитные механизмы, то эта коробочка остается нашим гробиком таким, в котором мы дальше доживаем уже оставшиеся 70 лет нашей жизни. И это, к сожалению, то, как жило человечество до сих пор. И это не так, как должно быть. Вообще не так. Поэтому, когда мы говорим о том, что сегодня мы будем говорить о каком-то ином способе восприятия человека, жизни, смысла жизни и построения отношений, вообще иным способом относиться к реальности, то я прошу вас на время выйти из этой коробочки и довериться тем концепциям, о которых мы будем сегодня говорить. Когда человек, когда у него получается чуть-чуть раздвинуть свои защитные механизмы, то тогда он может обнаружить, по крайней мере, попробовать почувствовать источник, который никогда его не покидал. С точки зрения психологии, все то, что происходит с нами, происходит в нашей нервной системе. Мы и только мы являемся теми, кто управляет нашей нервной системой, всеми процессами внутри нас, всеми состояниями внутри нас. С точки зрения энергетики мы являемся основным источником энергии, блага и силы внутри нас. Но человек обычно в своей бытовой жизни об этом не подозревает. Он думает, что другие люди, обстоятельства и жизнь держат его благо и его личную силу у себя в заложниках. И вот это та идея, о которой мне хочется поговорить, и мне хочется, чтобы вы попробовали применить ее к своей жизни для того, чтобы понять, где до сих пор вы ощущаете себя несвободными, где до сих пор благо находится в заложниках у кого-то другого. Когда мы чувствуем себя неполноценными, то автоматически те люди, которые потенциально нам угрожают, и те люди, которые обладают какими-то ресурсами, которые мы думаем, что у нас внутри их нету, становятся теми, кто управляет нашей жизнью. Есть люди, которые как будто бы, как нам кажется, дарят нам ощущение любви, когда мы с ними находимся в отношениях, мы чувствуем себя хорошо. Есть люди, которые дают нам ощущение личной силы, которые нас вдохновляют, мотивируют. Есть люди, которые создают у нас негативные эмоции, как мы думаем. И вот все эти подходы к реальности и отношения к другим людям, есть погода, которая на нас влияет, есть обстановка, которая тоже что-то создает. Вот эти все способы воспринимать мир, они являются способами восприятия мира людей, которые не понимают, что они являются источником всего того, что происходит в их жизни. Это те люди, которые отдали свое благо и свою силу в управление другим людям. И когда мы говорим в нашей обычной речи, в нашей обычной жизни, ты делаешь мне так, ты заставляешь меня чувствовать так, это делает меня таким, то все эти конструкции, даже словесные, они показывают, что мы раздали свое благо и поставили его в зависимости от других людей, что в принципе, в сущности неверно. И все виды межчеловеческих отношений, я считаю, что человеческие отношения это основной источник творчества, человек вообще без отношений не может существовать без взаимодействия с другими людьми, он не проявляет своего творческого потенциала. Взаимодействие с людьми является основным источником нового, потому что когда разные боги встречаются, происходит какое-то сотворение. Все виды человеческих взаимоотношений в большинстве своем основаны на нецелостности, так устроена наша культура. Мы вступаем в отношения тогда, когда нам чего-то не хватает, а не тогда, когда у нас чего-то в избытке. Мы вступаем в отношения с теми людьми, которые, неважно, в деловые, в романтические, в дружеские, мы вступаем в отношения с теми людьми, которые несут для нас какую-то ценность, а не с теми людьми, с которыми мы готовы разделять наши ценности и приумножать их. Это высшая степень отношений, но вот в базе нам кажутся привлекательными те люди, у которых есть чего-то, чего нам кажется, у нас нет. И в романтических, и в дружеских, и в деловых, и так далее. И вот это состояние, когда мы, когда у меня чего-то нет, у тебя чего-то нет, и мы пытаемся обмениваться ресурсами, является парадигмой человеческого взаимодействия в старом времени. Вот так все было всегда устроено. Иерархии на работе, в государстве. Есть способ передачи ответственности за свою жизнь и обмена вот этой ответственностью друг к другу. Передача права управлять благом от подчиненного к начальнику, от начальника к подчиненному. В отношениях. Передача права управлять частями, мужской частью в женщине и женской частью в мужчине. Передача права управлять и активировать эти части. В принципе, когда мы вступаем в эти отношения, в которых мы ощущаем, что у нас чего-то нет, и мы получаем от другого человека что-то, они всегда, как отношения, основанные на нецелостности, создают зависимости. Это состояние зависимости создает несвободную жизнь, а несвободная жизнь автоматически означает, что в ней умирает любовь. Любовь – это как огонь, который не может гореть, если нет кислорода. Точно так же любовь не может проявляться там, где нет свободы. Я позволю привести себе пример. Встречаются мужчина и женщина, они влюбляются друг в друга, их подсознание выдает энергию для того, чтобы они почувствовали определенное состояние. Это состояние обычно базируется на том, что мужчина находит в этой женщине какое-то что-то, что для него очень ценно, ему очень нравится это. Это является для него привлекательным, и он тянется к этой женщине, он хочет это получить. Женщина, соответственно, тоже это чувствует по отношению к мужчине. Когда они сходятся вместе, они образуют зависимость, зависимую пару, в которой они пытаются подключаться и взаимодействовать по поводу блага, которое есть друг у друга. Ему ценно что-то в ней, ей ценно что-то в нем. И вот эта зависимость создает несвободу. Потом начинается ревность, претензии, обиды, разочарование. И любовь умирает, хотя такой был потенциал. Что происходит на самом деле? Когда, ну вот давайте, мужчина и женщина, да? Вот они встретились. Девочка нарисую в юбочке. У мужчины есть, так как он цельная сущность изначально, у него есть женская сторона, да? Его чувствительность, нежность, мягкость. Его податливость, иньское начало. У женщины есть ее мужская сторона. Ее решительность, воля, свобода, энергия, творчество. Но социально эти энергии находятся под замком. Мужчина не может пользоваться своей женской стороной очень часто в нашем обществе. Женщина не может пользоваться своей мужской стороной. Поэтому они нужны друг другу для того, чтобы давать друг другу право пользоваться своей же частью. Когда мужчина находится с женщиной, он может расслабиться, ощутить благо, ощутить какую-то нежность. Ему кажется, что это женщина ему дает. Но на самом деле он это делает по поводу женщины, которая находится рядом с ним. Сам активирует свою половину. Женщина тоже получает от мужчины как будто бы разрешение пользоваться своей мужской половиной. Она ставит ее в зависимость от мужчины. И обычно проецирует на мужчину те качества, которые она хочет вообще сама в себе иметь. Требует его от мужчины. И изначальная влюбленность, которая вообще базируется на том, что мужчине ценные вот эти качества его собственные, а женщине вот эти качества ее собственные. И они видят эти качества друг в друге. И потенциал для любви, который может между ними возникнуть после того, как образуется симбиоз неосознанное, вот это неосознанное взаимодействие, при котором каждый, находя друг друга, вешает друг на друга ответственность за собственное, за наличие в своей жизни собственных вот этих вот компонентов, за вообще ощущение себя цельным, вот эта взаимная ответственность, перенос ответственности потихонечку убивает свободу в отношениях. Потому что мужчина, почувствовав себя хорошо, наконец-то, и женщина, почувствовав себя хорошо, наконец-то в этих отношениях, например, надежно, например, уверенно, например, почувствовав какую-то силу внутри себя, когда она находится там рядом с сильным мужчиной, ну, как ей кажется, да. Они начинают бояться друг друга потерять из своей жизни, потому что им кажется, что если один или другой уйдет, то вместе с ним уйдут эти части, которые так ценны, эти состояния, эти ресурсы. И когда они боятся, что они их потеряют, соответственно, расцветает огромное количество страха на этом, да. Инстинкт выживания опять начинает выдавать и накручивать какие-то идеи, мысли о том, как будет плохо, если они друг друга потеряют. В ход идут ревность, в ход идут обиды, месть, все возможные способы человека удержать и вообще сбалансироваться энергетически. Если это не помогает, и люди начинают растить свою осознанность, они начинают осваивать какие-то стратегии, да. То, чем занимается такая не очень продвинутая психология. Она объясняет женщине, что женщина, ты на самом деле неправильно себя вела, да. Для того, чтобы мужчина о тебе заботился и давал тебе ощущение, которое и так на самом деле у тебя есть, ощущение уверенности в завтрашнем дне, личной силы и так далее. Ты должна пользоваться хитрыми стратегиями, женскими стратегиями. В зависимости от качества учения, да, это может быть самые разные стратегии, да, там, какие-то ведические, стервические, женщина плюс, там, я не знаю. Вот. Не обманывайтесь. Женщина плюс, да, это такая, это тоже стратегия, которая идет от ощущения собственной неполноценности, да. Я сделаю что-то, чтобы он мне что-то дал. Что является организующей мыслью этого? У меня чего-то нет. У меня чего-то нет, пополняет этот депозит в банке. Вибрация отсутствия. Мужчина не лучше. Если мужчина с травмированным сердцем, он становится просто таким пикапером, да, альфа-самец. Дон Жуан, который ходит по, соответственно, по представительницам противоположного пола и пытается хоть чуть-чуть этой энергии получить от них, да, но боится вступить в отношения, потому что отношение равно зависимость, зависимость равно потенциальная возможность для боли и так далее. Поэтому он, ну, как бы, просто кормится. Кормится какими-то маленькими урывками. Благо, которое есть внутри него, но он не верит в это. Ему кажется, что... Женщина ему это дает. И еще куча всего, да, что он может сделать. Знаете, про что это? Про состояние жертвы. Вот говорят, что есть там преследователь, жертва и спаситель, да, избавитель, да, в треугольнике зависимости. Я скажу так, все жертвы. Вот все жертвы, потому что пока мы чувствуем себя неполноценными, пока нам кажется, что у нас чего-то нет, мы всегда жертвы тех людей, у которых это есть и которые в нас это активируют. Вот без исключения. Всегда все жертвы. Что же получается в этих отношениях? Нарастает здесь страх потерять, здесь страх потерять. Усиливаются вот эти зависимые путы. Они все называются словом долг, да, должен. Там, где есть слово должен, там нет любви, там нет воздуха, там нет свободы. Должен убивает свободу. Когда пропадает свобода, пропадает чистое намерение. Когда попадает чистое намерение, знаете, чем это становится? Я часто об этом говорю, становится проституцией. Неважно, какая октава. В этом плане уличная проституция куда более честный способ проживать жизнь. Там как бы нету иллюзий. Здесь же есть возможность прикрыться ведическими практиками. Я просто вот женщина плюс. Я делаю так, что мой мужчина, вселенная через моего мужчину заботится обо мне. Смотрите, внимание, есть разница между... Это уместный способ. Вообще уместный способ, что мужчина зарабатывает деньги, а женщина занимается чем-то. Если у них так энергии устроены, жизненная задача устроена. Она, например, занимается созданием пространства, воспитанием... Это уместный способ для части женщин. Но вопрос, что стоит в исходном намерении, что лежит изначально. Если изначально лежит состояние неполноценности и стремление получить от другого человека что-то, то это всегда... Ну, не очень чистый процесс. Это просто не чистый процесс. В нем нет чистого намерения. В нем нету блага. В нем нету любви, настоящей любви. Потому что любовь, она еще раз расцветает в свободе. Расцветает в принятии. Расцветает в доверии. Здесь нет доверия. Здесь есть страх, который пытается быть замаскированным через слово должен. Ты должен, ты должен, ты должна, ты должна. Кто-то из классиков говорил о том, что для всего хорошего не нужно должествование, не нужна воля. Для всего хорошего достаточно любви. Должен, нужно, если ты хочешь сделать что-то плохое. И это действительно так. Когда мать заботится о своем ребенке, там нет слова должен. Она это делает, потому что она это делает. Все самое лучшее не требует слова должен. Но, когда вы слышите слово должен, вполне вероятно, что кто-то, государство или люди пытаются сказать. Дорогой, я хочу, чтобы ты не задумывался о том, нужно тебе это или нет. Я хочу, чтобы ты вообще не проверялась. Это просто должен. Я даже не смогу тебе объяснить, зачем это нужно тебе. Ну, ты просто должен. Это попытка отвлечь внимание. Попытка отвлечь внимание. Поэтому вот слово должен меняем на хочу в нашем внутреннем диалоге. И тогда сразу появляется, а хочу ли я. Все самое хорошее останется. То есть здесь нечего бояться. А вот сомнительные вещи будут подвергнуты сомнению. Как могла развиваться эта история, если бы мужчина и женщина, встретившись, осознавали бы свою целостность. Между ними возникает симпатия. И вместо того, чтобы думать о том, что это другой человек дает им это, они смотрят друг на друга и говорят, какое чудо вошло в мою жизнь. Это новое состояние, когда я рядом с тобой. Оно очень ценно для меня. И я очень благодарен или благодарна, что ты открыл это состояние во мне. Я благодарен. Я принимаю это в себе. Я признаю, что это появилось в моей жизни через тебя. И оно теперь остается со мной. Это действительно так. Если мы раз это испытали, мы всегда это испытываем. Понимаете? Если мы раз что-то испытали, мы всегда это испытываем. Нервная система это научилась делать. Если нас когда-то любили, а потом предали нашу любовь, и мы чувствовали себя любимыми, а потом вроде как у нас забрали право чувствовать себя любимыми, то почему у нас... Кто у нас забрал это право, да? Кто у нас забрал это право? Никто. то мы сами почему-то его отдали. Мы просто его отдали. И это какая-то величайшая иллюзия нашей цивилизации, что наше благо и наша сила... А что такое благо? Благо – это все те состояния, которые нам ценны. А наша сила – это наше право следовать тому, чего мы хотим в нашей жизни. Что наша сила и наше благо находятся почему-то в управлении у других людей? Мы не можем себя чувствовать хорошо, если... Мы не можем чувствовать себя любимыми, если... Мы не можем чувствовать себя правильными, если... Вот эта условность нашего ощущения программируется прямо вот с рождения. Если ты делаешь это, ты хороший, если ты делаешь это, ты плохой. У ребенка сразу забирают возможность сохранять в себе свое состояние, удерживать его. Самостоятельно определять его, управлять своими чувствами, эмоциями, отношением к жизни, формировать свою собственную карту мира. Вообще относиться к себе и к людям так, как он хочет, а не так, как правильно. И получается, что когда произошел процесс социализации, то право управления собственным благом и вся личная сила просто отдана другим людям. И человек оказывается вот распятым на таких веревках между социумом. Он висит, не может ни рукой, ни ногой повернуть, потому что везде чувство вины и должествование его сковывают. И мы хотим от этого человека, чтобы он... Вступая с ним, например, в какое-то взаимодействие, мы хотим, чтобы он еще что-то мог как бы... Чтобы он нас любил там или... Там не до этого. Потому что это вот такое состояние. Абсолютно распятое на кресте общественных ожиданий. На кресте должествований. И вот эти долги, да, которые человек формирует и которые человек принимает в своей жизни, они, конечно же, подкрепляются виной, то есть самоотрицанием, стыдом, как самоотторжением. И получается то, что когда человек уже поставил все свои состояния, все свои эмоции в зависимости от других людей, то все, что он может делать в этой жизни, это вымаливать от других людей право почувствовать себя хорошо. Понимаете? Попытка вымаливать от других людей право чувствовать себя хорошо. Разрешение на благо, разрешение на себя, разрешение на проявить свою силу. Вот чем занимается вообще вся цивилизация. Оно пытается отвоевать друг у друга право чувствовать себя хорошо. Все люди, все отношения. Я, наконец-то, хочу почувствовать себя свободным. Я, наконец-то, хочу почувствовать себя любимым. Вот из-за чего война происходит и между людьми, и между странами, и между народами. Я хочу почувствовать, если мы берем там базовую дуальность, это Каин Авель, да, я хочу почувствовать себя любимым Богом, поэтому ты должен. Я хочу почувствовать себя и правильным перед Богом, поэтому если ты другой, если ты отрицаешь, что я правильный, то я должен тебя уничтожить. И только тогда я смогу остаться единственным правильным перед тем, кто задает смысл моего существования здесь, с одной стороны. С другой стороны, я хочу почувствовать себя любимым, поэтому я буду привязывать тебя в своей жизни и привязывать твои чувства ко мне либо манипуляциями, либо какими-то конфликтными ссорами, истериками, либо долгом, через вину, через стыд, только чтобы не потерять чувство, что ты меня любишь, только чтобы ты был привязан ко мне, потому что самое страшное, это если ты заберешь у меня это чувство, и я опять останусь нелюбимым. Вот идея, которая как бы создает все неврозы в нашей жизни, идея о том, что другие люди управляют нами, нашим благом. И я это часто говорю, что если взять любую ситуацию любого человека здесь присутствующего, любого человека, который идет сейчас по улице, то любую ситуацию, которая беспокоит его, то в любом случае там в основе будет лежать какое-то что-то, какое-то благо человека, которое почему-то находится в заложниках у другого человека, или у какой-то идеи, или у какого-то там какой-то структуры и так далее, какого-то мировоззрения. Очень важно. Инстинкт выживания и наша трехмерная логика говорит, что чем больше должен вставание, тем больше человек под контролем, чем больше чувства вины, тем меньше он может совершить чего-то плохого. Вообще неправда. Те люди, которые воспитывают детей, услышите это. Долг, вина и стыд не может создать ваших детей хорошими. Есть только один способ вырастить монстра вообще, да? Это сделать, нарастить в нем чувство вины, стыда и поставить его в благо в зависимости от других людей настолько, что у него не будет никакого другого способа, кроме как попытаться сбалансироваться в своей внутренней боли и неполноценности через агрессию, через унижение и так далее. Вот что такое базовая идея? Я сегодня, кстати, с утра говорил как раз таки на телеканале. Базовая идея вообще целостности – это право на себя. Право на себя. Мы можем сколько угодно говорить о правильном поведении, и все религии учат правильному поведению, правильному способу существования, но они не дают права на себя людям. Потому что если ты дашь человеку право на себя, право на свой индивидуальный контакт с Богом, право на индивидуальное восприятие истины, право на индивидуальный способ выстраивать взаимоотношения, право на индивидуальный духовный путь, не по списку и не по ступенькам, а то, как внутри человека идет, то тогда этот человек станет неконтролируемым и как будто бы он может совершить что-то плохое. Но ситуация абсолютно обратная. Только люди с отсутствием права на себя совершают что-то дурное. Когда биографы описывают жизнь Гитлера, они говорят о том, что это человек, у которого всегда были все виноваты. То есть не только представители какой-то конкретной цивилизации или нации, или расы. Нет, он винил всех на свете. У этого человека было настолько слабое право на себя, настолько оно отсутствовало в его понимании, что все другие люди были для него источником опасности, были источником его боли. Он настолько, его благо принадлежало другим людям, что он был готов воевать и убивать всех для того, чтобы почувствовать себя лучше. Почувствовать себя лучше. Вот в чем идея насилия и страха и войн между людьми. Почувствовать себя лучше при самоотрицании. Когда ты забит стыдом, виной и должествованиями настолько, что ты не можешь позволить себе себя. И вот здесь проявляется самое низкое начало в человеке. Поэтому очень часто бывает так, что отношения, которые начинаются прекрасно, впоследствии скатываются в бытовые конфликты, в ссоры, во что-то между людьми. Потому что, когда вот эти нити зависимости начинают стягиваться, и когда человек начинает чувствовать, что у него больше нет свободного пространства для себя, то он начинает его защищать и пытаться сбалансироваться уже через агрессию. Пытается, с одной стороны, защитить свое право на себя, а с другой стороны, не упустить ресурс, который другой человек ему дает. И получается вот эта история. Вместе больно колемся, как два ежа, а по отдельности невозможно, потому что благо в заложниках друг у друга. Благо в заложниках друг у друга. Не знаю человеческих отношений, в которых не было бы, не возникало бы вот такой схемы. Потому что мы подсознательно приучены вот к такому. Подсознательно приучены к такому. И в этих отношениях, конечно же, нет благодарности, конечно же, нет принятия, конечно же, нет... Со временем исчезает любовь. По крайней мере, она уходит с первого плана, потому что человек погружается в драму. Основа человеческой драмы в чем? Благо в заложниках. Всегда благо в заложниках. Когда благо перестает быть в заложниках друг у друга, драма исчезает. Я целостен, ты целостна. Ты управляешь своими состояниями, я управляю своими состояниями. У нас появляется пространство для того, чтобы взаимодействовать. Это не речь о свободной любви, да? Это не речь о том, что люди станут менее ответственны друг перед другом. Это неправда. Наоборот. Наоборот. Это речь о том, как сделать так, чтобы отношения действительно были связаны друг с другом не вот этой драмой и должествованиями, а имели другую основу, более долговечную, основу блага, основу наслаждения, основу удовольствия. Я пытаюсь сейчас нарисовать картину мира, в котором мы можем с вами жить, да? Каждый в своей жизни и транслировать для других людей. И эта картина мира, она не связана с какими-то еще раз хиповыми представлениями о жизни, да? Это картина мира ответственных людей, которые умеют с благодарностью относиться, у которых есть ресурс для милосердия, для сострадания. Но в основе нее лежит понимание того, что ощущение собственной неполноценности есть иллюзия. Есть иллюзия. Вы знаете, большинство людей всю жизнь стремится убежать от людей, которые причиняют им дискомфорт. Родители пытаются съехать от детей, взрослые пытаются съехать от своих пожилых родителей, мужья пытаются провести время отдельно от жены, жены от мужей. Мы пытаемся съехать от назойливых соседей, от плохого президента, от погоды, от природы, от всего остального. Это хорошая, наверное, идея убежать от того, что влияет на наше состояние. Но это не работает, потому что если мы не забрали право на управление собственным состоянием и самочувствием, право на собственное благо, то мы просто в новом месте вручим их новому человеку. И поэтому каждый следующий брак будет, ну, похож на предыдущий, каждые следующие отношения будут такие же. Каждый следующий президент будет тираном. Если нация готова регулярно отдавать свое право на управление, право на управление своей поседневной жизнью кому-то, то ей всегда будут управлять тираны. Это будет естественно, потому что они отдают свою силу. Если подчиненный человек, когда он уходит от босса, который ведет к нему деспотично, то он, уходя от него, найдет еще более деспотичного начальника. Потому что право на собственное благо также находится в заложниках у начальника. Я очень люблю эту тему, потому что она бездомная, она раскрывает весь потенциал вообще человеческого заблуждения. Если среди вас есть какие-то примеры, которые хотелось бы разобрать, давайте мы их сейчас введем в нашу дискуссию. У меня вопрос. Если, например, семья создалась, и на самом деле люди в своей заброшенности именно это их стянули, и вот в один момент начались эти годовые конфликты, но по одному какому-то причине, произошло осознание вот этой неосознанной всей структуры, то какое примерно хотя бы может быть дальнейшее действие? Как вообще, для чего вообще тогда люди бы создавались? Какой бы был институт семьи, может быть, так бы, этот вопрос? Хорошо вопрос. Да, мы сегодня про отношения говорим. Мне кажется, что это самая животрепещущая тема. Спасибо. Так. Если мы вдруг обнаружили, а мы все это обнаруживаем, что мы где-то попадаем в драму, то это значит, что мы не можем поделить право на себя собственное. Где-то наше благо увязло в заложниках у другого человека. Другой человек на то и другое, что он управлять нашим благом не может и вообще не должен соответствовать нашим ожиданиям. Реальность такова, что обычно в нашу жизнь входят люди, мы же здесь приходим для развития все-таки, которые другие, другие, всегда другие. И если мы отдаем им наше благо, то чаще всего они распоряжаются им абсолютно небережно. Это логично с нашей точки зрения. В этом есть смысл, чтобы мы забрали назад себя. Если два человека встретились, это не значит, что они встретились для драмы. У них было то, что-то ценное друг для друга. И это нормально. Вопрос просто в том, чтобы переключиться с позиции «ты мне это даешь» в позицию «ты во мне это открываешь». Ты во мне это открыл, и теперь это мое. Забрать право управлять своим благом у другого человека. Женщине, например, забрать право управлять своими эмоциями, своим состоянием, своим доверием, своим настроением, своим состоянием, своим видением своей жизни, своей уверенностью в завтрашнем дне. Забрать у мужчины. Потому что в ней это тоже есть. У нас во всех есть астрологические. Марс и Венера, и Солнце, и Луна. У нас у всех есть мужские и женские части. Мужчине забрать право у женщины на чувствовать себя, на нежность, на принятие себя. На принятие себя. Когда происходит осознание, и когда два человека забирают это благо, даже когда один забирает это благо, то в отношениях сразу пребывает любовь и благодарность. Сразу появляется сострадание. Потому что человек, который не способен на милосердие, мы жалуемся, что нашей реальности не хватает милосердия. Конечно, не хватает. Потому что проявить сострадание к человеку, который управляет нашим благом, это сложно. Это как террористу проявить милосердие. Оно там потом со временем какое-то становится, но не особо естественное и чистое. Милосердие возможно проявить только тогда, когда другой человек нами больше не управляет. Поэтому мы занимаемся всегда только с собой. Мы всегда только с собой занимаемся. Нет задачи повлиять на другого человека. Вы вообще не встречаетесь никогда с другим человеком. Вы в этой реальности взаимодействуете только с собой, только с собой. И общаетесь только с собой. Но другие люди привносят в наше поле новые грани себя. Все остальное мы вообще не увидим, вообще не заметим. Поэтому если мы осознаем себя больше, когда в наше поле входит другой человек, себя больше, осознаем свою возможность чувствовать, принимать, ощущать, доверять, то это становится нашим достижением. Когда это становится нашим достижением, когда это становится нашим расширением, то происходит качественное улучшение нашей жизни. И тогда мы можем быть благодарными. Тогда другой человек в своей отличности больше не является раздражающим фактором или угрожающим фактором. Потому что мы воспринимаем другого человека как угрозу только тогда, когда на кон поставлено какое-то благо, которое он может потревожить. Но никто не может управлять нашим состоянием. Никто не может управлять нашим настроением. На самом деле это происходит внутри нашей нервной системы. Это не где-то там. Вот это та идея, о которой мне хочется говорить в разных ракурсах. В разных ракурсах. Перед тем, как мы уйдем на какой-то небольшой перерыв, 15-минутный, я вам расскажу историю. Я вам расскажу историю. Дайте мне мужское имя какое-нибудь. Любое. Роберт. Сына, да, так зовут? Нет? У меня просто кто-то, у кого сына так звали. Вот. Роберт. Дайте мне женское имя. Роберт и Татьяна. Роберт и Татьяна. Хорошо. Есть Роберт. Есть Татьяна. Предположим, что у Роберта, у Роберта, духовный урок, ну то есть задача, с которой он пришел в свою жизнь, это принятие. Он учится этому. Принятие всегда принятие себя. Потому что вообще некого принимать, кроме как себя. У Татьяны духовный урок доверия. Предположим. Доверие всегда только себе. Я это специально помечаю. Вот встречаются Татьяна и Роберт. И находят друг друга очень привлекательными. В них есть что-то в их поле, в их состоянии, что очень ценно друг для друга. Роберт ощущает в поле Татьяны, что его принимают. Его принимают. Татьяна, которая в жизни мало доверяла людям, и казалось, что мир приносит ей только угрозы, чувствует возможность расслабиться, довериться этому человеку. Подсознательно она видит ресурс, что ему можно доверять. И вот между ними возникает чувство. Такие кармические отношения. Есть две стратегии, как могут развиваться эти отношения. Скажем так, две стадии. Неосознанная и стадия повышения осознанности. Роберт чувствует в поле Татьяны себя принимаемым. Но когда между ними возникают конфликты, он теряет это ощущение. Он чувствует себя хуже, он чувствует себя плохим, он чувствует себя недостойным. Потому что его жизненный урок принятия себя. Когда возникает между ними размолвка какая-то небольшая, даже самая маленькая, даже когда просто Татьяна занята каким-то делом и просто не обращает на него внимания. Ему кажется, что она отворачивается от него и она управляет его правом, получается, принимать себя. И когда она не в его поле или за что-то какое-то ерундовое на него обижается, он чувствует такое самоотторжение, то есть лишается ресурса принятия, что внутри него возникает злость на нее. Когда внутри него возникает злость, Татьяна встречает Роберта, видит Роберта, которому нельзя доверять, который агрессивный, который может сделать какие-то вещи, на которые она не хочет полагаться как-то в своей жизни. Ей страшно с ним взаимодействовать. Она думает, что он становится ее буквально тираном, а она чувствует себя жертвой в его состоянии, в его поле, когда он боится и чувствует непринятие себя и лишается этого ресурса. И получается, что эти два человека создают такой кармический танец, при котором оба, нуждаясь в ресурсах друг друга, на миг их лишаясь, создают драму, клубок драмы друг с другом. Они не могут друг без друга, потому что Татьяна не может без него, потому что он единственный человек, которому она может доверять. А она единственный человек для него, в поле которой он может почувствовать принятие. Но какие-то поступки с обоих сторон, которые лишают их этих состояний, заставляют их ломать еще больше дров. Сейчас я вижу, секундочку. Заставляют их ломать еще больше дров. Каждый конфликт начинается с того, например, что Роберт перестает чувствовать себя в принятии, начинает раздражаться, а Татьяна перестает ему доверять в этот момент, ей страшно становится. Возможно, что у Татьяны был человек в семье, который когда-то ее обижал, и теперь она боится, что он станет таким же, что он опять причинит ей боль. Но они не могут расстаться, потому что подсознательно они чувствуют ценность этих ресурсов и чувствуют, что они, Роберт, тот, кому можно доверять, а Татьяна тот человек, с которым можно чувствовать себя в принятии. Но страх, страх, который возникает с одной стороны из-за конфликтов, из-за драмы, которая возникает, с другой стороны, страх потерять друг друга создает клубок напряжения, который превращает их отношения в настоящий ад. Здесь уже нет места любви. Здесь уже нет места благодарности друг к другу. Здесь уже нет места диалогу. Здесь уже происходит самая настоящая борьба за ресурсы, за эти состояния. И что самое интересное, каждый в момент конфликта кричит о том, что для него ценно, но другой его не слышит. Другой его не слышит. Боль одного человека. Каждый человек попадает в болевую точку другого человека. Когда Татьяна злится, Роберт кажется, что она его не принимает и еще на это злится. Когда Роберт на это злится, Татьяна думает, что ему нельзя доверять, и злится на это. Злость на злость. Водоворот засасывает их в драму. Они же оба хорошие люди. Но у обоих есть точка боли, которая лежит в основе их духовного урока. Они оба неплохие. Нет вообще плохих и хороших людей. Но их слепые зоны и их нецелостность, которая лежала в основе их взаимоотношений, не дает им возможности построить качественно другое взаимодействие. Вопрос. Кто должен сделать первый шаг? Кто должен заняться осознанностью? Кто должен восстановить свою целостность? Первый. Кто-нибудь. Хоть кто-нибудь. Правильный ответ, да. Хоть кто-нибудь. Как только кто-нибудь, либо Татьяна, либо Роберт, осознают свою целостность и понимают, что Татьяна или Роберт, другой человек, не дает ему это состояние, что оно внутри него есть. Начинает работать, мотыжить свой собственный участок. Начинает, Роберт начинает принимать себя. Татьяна начинает доверять внутри себя, себе. Понимает, что доверие – это ее неотъемлемый способ жизни. Это не то, что Роберт дает. Это не то, что про других людей. Это то, что про нее. То один, всего один человек, занимаясь собой, может исцелить эту ситуацию. Не обязательно, что другой человек откликнется на это изменение. Но у него есть как бы выбор – откликнуться или уйти из этих отношений. Но исцеление одного изменит всю систему сразу же. И что может произойти? Например, Роберт начинает понимать, что эмоции Татьяны – это не про него. Это вообще не про него. Это про ее страхи, про ее точку боли. И поэтому он начинает заниматься тем, что он принимает себя. И когда он принимает себя, он оказывается тем человеком надежным, скажем так, целостным, понятным, ясным, прозрачным, которому вообще не только Татьяна, но любой человек может доверять, потому что он нормальный. В нем все хорошо, полноценно сбалансировано. Он обретает внутреннюю опору и баланс. Он больше не раздражается по пустякам, он больше не обижается на людей. И оказывается, что он может дать Татьяне это ощущение доверия. Да? Интересно. Когда Татьяна находит в себе силы доверять, она перестает думать, что эмоции Роберта – это про нее, и что они управляют ее жизнью. И она перестает раздражаться. И дает Роберту так нужное ему принятие. Потому что теперь она сбалансирована. Теперь она не думает, что эмоции – это про нее. Теперь у нее тоже все хорошо в душе. И получается, что оба все равно дают друг другу то, что им нужно. Но когда они занимаются собой, они не из ощущения неполноценности дают это. Не пытаются выцеганить друг у друга это. Не пытаются завязать это на долг, на обязательства, на брачный контракт, на что-то. На правила, как жить. На истерики, на конфликты, на попытки друг друга напугать или отвоевать эти ресурсы. Они дают это по свободной воле друг другу. Они разделяют собственную целостность, а не собственную неполноценность. Вот в чем магия. Когда мы занимаемся собой, у нас появляется возможность дать другому человеку то, что ему нужно. Но теперь это им уже не кровь из носа нужна. Потому что они сами этим занимаются. Теперь это скорее приятное дополнение к их целостности. Теперь это скорее возможность поделиться теми ресурсами, которые они нашли друг в друге. И вот как изменяется драма. И между ними опять появляется свобода. Пропадает необходимость вот в этой созависимости. Пропадает необходимость держать друг друга в стальных хватках. Цепляться друг за другом эмоционально. Появляется воздух. И возрождается любовь. Это был вопрос. Я с чертами. Насколько это похоже на то, что происходит в жизни каждого из нас? Очень похоже. У нас это хорошо. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...